Всем привет! Меня зовут Яковлев Саша, я фронт-энд-разработчик на проекте Mall.my.com в Mail.ru. И сегодня я хотел вам рассказать про BDD для фронт-энда и, в частности, про наше путешествие от ручного тестирования UI и N2N тестов к BDD. Какие сложности мы на этом пути встретили, какие инструменты выбрали и вообще как решали этот вопрос. Сразу хочу сказать, что я не люблю писать тесты, но жизнь заставила. И еще полгода назад для меня все эти слова как BDD, геркинг, кукумбер и все остальные тестерские штучки оставались какой-то абракадаброй. И на тот момент у нас был достаточно типичный процесс разработки. Таски копились в бэклоге и потом разработчики брали их в работу, что-то с ними сделали, выполняли и передавали в QI-дел. Что конкретно там происходило, мы, в общем-то, не знали. И по стечении двух-трех недель, иногда дольше, если все нас уведомляло о том, что задача успешно зарелизилась. Но в большинстве случаев задачи возвращались на доработку с выявленными недостатками и багами. Но в целом, в общем-то, все шло хорошо и, в общем-то, задачи выполнялись, баги выявлялись и исправлялись. Но фронтенд такая штука, в которой подходы к разработке меняются очень быстро. И бывает так, что ты пошел на обед, вернулся, а в это время Дэн Абрама сказал, что все, что ты делал полгода до этого, в общем-то, не актуально и никому не интересно. В общем-то, мы поэтому решили полгода назад заняться глобальным рефакторингом нашего СПА, нашего фронтенда, который бы позволил нам сделать его более быстрым, более интересным и использовать новые технологии. И мы уже составили план, в общем, разбили его на задачи. И на очередном планировании спринта, как бы как гром среди ясного неба, наш темлиц сказал, что мы не можем взять эти задачи в работу, просто потому что наша Кей-команда на 100% загружена тестированием квартальных тасков. Я к тому моменту думал, что, по крайней мере, регрессионное тестирование у нас должно быть автоматизировано, но, как выяснилось, после ухода автоматизатора тесты никто не поддерживал, и 70% из них были неактуальны, поэтому все тестировалось вручную, и на регресс уходило полный 8 часов и какое-то количество времени на приемочное тестирование, то есть оно зависело от сложности задачи и от сложности поведения, которое мы ожидали. Сразу стало понятно, что реанимировать тесты, которые были написаны до этого, будет нереально, потому что единственный человек, который знал, как они работают, был уже не с нами. Они были написаны на Selenium и Java, а мы фронтенд-разработчики, мы не умеем Java. Поэтому небольшое исследование привело нас к новому подходу в тестировании. Это Cypress. Cypress – это JavaScript фреймворк для тестирования, и, в общем-то, он казался достаточно идеальным выбором для фронтенд-команды, просто потому что все тесты в нем можно было писать, используя удобный JavaScript API, и это первое. А второе – для настройки не нужно было мучить нашего DevOps и поднимать веб-драйверы или что-то еще. Все устанавливалось одной командой, npm install Cypress, и, в общем-то, заводилось очень быстро. Из дополнительных вещей, которые показались очень интересными, это, во-первых, которые Cypress предлагал, это time travel, то есть на каждом этапе выполнения тестов он делал снэпшоты HTML и CSS, и вообще всего дом-дерево, и можно было посмотреть, как в каждый момент какого-либо теста выглядел UI. Соответственно, дополнительно, что было приятно для самих разработчиков, это то, что в Cypress присутствует real-time reload, то есть фактически можно разрабатывать прямо в нем, ну, то есть менять код, и как только код поменялся в директории, где мы разрабатываем, соответственно, Cypress перезапускал тесты. Сам по себе Cypress имеет графический интерфейс, но этот интерфейс, это на самом деле электрон, и фактически в нем есть DevTools, которым можно отслаживать, в общем-то, и дебажить эти тесты, что для нас, как для фронтендеров, тоже, в общем-то, было несомненным плюсом. Что еще? Это ожидания команд, ну, то есть никаких wait, sleep и так далее, то есть тесты, в принципе, должны были быть детерминистскими, я не знаю, как это правильно сказать. Суть в том, что они не зависели и не вызывали race conditions при разных ситуациях. Плюс были spice и stubs, ну, и контроль HTTP запросов, то есть для каждого HTTP запроса можно было подменить и заголовки, запросы, ответы и так далее. Из минусов, которые нам показались достаточно резонными, ну, во-первых, нет множественных вкладок, но нам они были не нужны, нет мобильных событий, в общем-то, ну, для мобильных разрешений мы тоже не тестировали, нет поддержки a frame, и все, в общем-то, работает только в хроме, в хромиуме и электроне. Ну, поскольку мы хотели тестировать исключительно функциональную часть на тот момент, то, в принципе, нас устраивало, что мы будем работать только в хроме. Вот, поэтому мы сразу взялись за дело, и, в общем-то, за пару дней мы попытались протестировать уже существующий функционал, в частности, панель фильтров. Вот, подход был достаточно наивный, ну, то есть мы заходили на страницу с продуктами, получали какой-то элемент по какому-то селектору, что-то с ним делали, и, в общем-то, дальше оценивали результат. Вот, что выяснилось в процессе работы, так это то, что, на самом деле, Cypress, в общем-то, это не какой-то цельный инструмент, это целый набор инструментов, и чтобы работать с ним достаточно успешно, необходимо было вникнуть еще в некоторое количество фреймворков, в частности, это CHI для ассертов, MOCA для организации тестов, и Synon для использования стабов, MOC и так далее. Вот, но что самое главное и удивительное для нас было, это то, что для взаимодействия с DOM вот, использовался jQuery, вот, это была проблема, потому что у нас пару фронтенд-разработчиков, которые никогда вообще не работали с jQuery, потому что они начали работать всего пару лет назад. Вот, и поэтому, да, ситуация была немного непростая, поэтому приходилось иногда заглядывать, ну, и, в общем-то, я тоже достаточно давно к этому не подходил, ни к jQuery, ни к прототайпу, ни ко всем остальным штукам с фронтенда. Вот, поэтому приходилось часто заглядывать документацию, вот, и на начальном этапе был непросто. Вот, но в целом, в общем-то, подход, как я уже говорил, оправдался, да, мы как бы написали тесты, и тесты работали, да, и, в общем-то, проходили, но единственным минусом вот этого наивного подхода оказалось то, что мы напрямую в своих тестах взаимодействовали непосредственно с домом и с HTML, вот, и при любом изменении структуры какого-то элемента на странице, который мы тестируем, нам не приходилось бы переписывать эти тесты во многих местах. Вот, и поэтому, как бы, нам нужно было что-то, чтобы позволило нам абстрагироваться от непосредственного взаимодействия с дом-деревом в наших тестах, и, в общем-то, ответ нашелся достаточно быстро, потому что вселениями это уже есть. Мы просто взяли page object, который используется непосредственно вселением, сам подход, и, в общем-то, реализовали его у себя в тестах. Ну, то есть мы фактически для всех значимых элементов страницы создали какие-то объекты, с которыми можно было бы взаимодействовать через абстрактные команды, да, и спрятали все это взаимодействие с HTML и DOM внутри этих объектов. Ну, то есть сейчас получалось, что фактически улучшенный результат позволял нам, в общем-то, взаимодействовать с объектами на странице, через абстрактные какие-то объекты, и, в общем-то, при изменении чего-то на странице это никак не отразовывалось на самих тестах, то есть мы могли бы поменять это все в одном месте в реализации пейдж-обжект. Вот, и, казалось, наши мечты о рефакторинге уже близки, но никто не знал, что делать с новым функционалом. Я объясню, почему, потому что с точки зрения разработки это получался двойной цикл разработки. Почему? Потому что разработчики точно не знали на начальном этапе, на начальном этапе работы над задачей, а что конкретно нам нужно тестировать. Вот, что конкретно, какие тест-кейсы мы должны учесть. Вот, получалось так, что мы разрабатываем какой-то функционал, потом передаем его в QA-команду, и уже на основании реализованных каких-то фичей и функций, да, тестировщики пишут тест-кейсы и передают снова обратно нам, и мы пишем тесты, в общем, и после этого передаем их обратно. В общем, получался какой-то замкнутый круг, который, в общем-то, съедал все то время, которое мы бы выиграли на том же регрессе, автоматизировав его. И, в общем-то, нам хотелось чего-то нового в этом подходе. Поэтому, и хотелось бы применить конкретно подход уже знакомый, знакомый из TDD, это Red Green Refactor, и это значило, что настало время BDD. Сразу говорю, что мы внедрились в BDD, в общем-то, не все, а только ту часть, которая очень хорошо ложилась именно в наш процесс. Но об этом чуть попозже. На данный момент, почему мы выбрали BDD? Просто потому, что он обещал нам, что мы можем описывать сценарии и фичи еще до начала реализации функционала, который мы бы хотели, в общем-то, реализовать. Ну, и из дополнительных плюсов, которые мы получали, используя BDD, это общий язык, на котором бы могла общаться команда. Мы к тому времени уже два года что-то делали с этим проектом, но как выяснилось, что, в общем-то, разные команды, там QA-команды, бэкэнд-команды, фронтэнд-команды или там продакт-менеджеры, называли разные одинаковые вещи разными именами и разными словами. Поэтому это выявилось сразу на начальном этапе, как только мы начали описывать сценарии и фичи. А второе – это усиление взаимодействия. И, как я уже показывал, на тот момент, перед тем, как мы решили перейти к BDD, на самом деле между QA-командой и разработчиками была какая-то пропасть, но просто потому, что мы не знали, что происходит непосредственно у них в процессе тестирования. Они точно так же не знали, что происходит у нас. То есть с BDD эта пропасть уменьшалась, и стало понятно, что в обеспечении качества финального продукта это работа не только QA-команды, но и вообще разработчиков тоже, но и в том числе и продакт-менеджеров. По поводу быстрого цикла разработки, я уже сказал, что на самом деле мы избавлялись от второго круга, от второго круга разработки приложения, просто потому что тесты писались и реализовывались либо до, либо в момент реализации самой фичи. Ну и плюс живая документация, которую можно было читать, в общем-то написанная на русском языке, и которая была бы понятна вообще любому члену команды, вне зависимости от его бэкграунда. То ли он технарь, то ли он продакт-менеджер, то ли он просто проходил мимо. Что касается описания фичей, то для этого, в общем-то, де-факто есть только один вариант. На самом деле, может быть, есть какие-то другие, но ничего нового мы не нашли, как использовать кукумберы и геркин. Вот это, в общем-то, де-факто инструменты, которые как раз и являются чем-то, что позволяет описывать нам сценарий на языке, понятном всем. Вот, плюс все это в BDD очень хорошо встраивалось у нас в существующие процессы. У нас уже был на начальном этапе момент, когда все участники команд, которые работают над конкретно этой фичей, собирались и обсуждали техническое задание. Там присутствовал и продакт-менеджер, и бэкэнд-разработчик, фронт-энд-разработчик, и, соответственно, тестировщик, которые над этой фичей работали. Поэтому в этот момент мы, в общем-то, решили, что здесь вот как раз мы и будем описывать эти сценарии. Язык, естественно, выбрали русский. В общем-то, кто-то хотел английский, но, в общем-то, почему русский? Ну, потому что, в общем-то, команда работает на русском языке, и, в общем-то, на английском писать было нет смысла. В общем-то, на английском писать не было смысла. Ну и плюс много интересных вещей, которые на самом деле выявились в процессе написания этих сценариев. Это то, что уровень абстракции и вообще уровень того, как нам разбить все эти сценарии на шаги, был очень творческим процессом. И, в общем-то, занял очень много времени. Мы сломали кучу копий о том, как правильно писать и использовать ли слово «я» в этих тестах. И я так понимаю, что самое главное, что дал этот этап с точки зрения обсуждения, это то, что мы стали говорить на общем языке о нашем приложении и понимать, как оно работает. В общем-то, после того, как сценарии описывались непосредственно на этой встрече, дальше задача переходила в работу, и, в общем-то, в этот момент уже сами разработчики в процессе реализации писали еще и степ-дефинишнс для всех этих сценариев, фичи, степов. И задача не переходила в QA команду и в тестирование до тех пор, пока все тесты не были зелеными. После этого, в общем-то, QA ревьюил все, что мы сделали. И если, в общем-то, все шло хорошо, то, в общем-то, задача реализилась и, в общем-то, закрывалась. Остался один вопрос. А что делать с тем, с визуальной регрессией? Потому что у нас до этого был этап, когда мы пытались внедрить бэкстоп. Бэкстоп – это такая штука, которая позволяла, в общем-то, сравнивать скрины различных элементов нашего приложения. Но, как мы выяснили, все эти тесты визуальные, они всегда падают в 99% случаев. Но просто потому что что-то поменялось в приложении. И поэтому нам нужно было сделать так, чтобы все наши функциональные тесты в процессе билда не падали из-за того, что где-то у нас не совпадают скрины. Что мы для этого сделали? Мы решили, что писать отдельно что-то, какие-то тесты для визуальной регрессии мы не будем. Мы решили их строить непосредственно в наш сценарий. Использовали конструкцию, что-то вроде «я смотрю на такой-то элемент, и он не изменился». Но при этом само сравнение мы решили вынести в отдельную команду, которая бы никак не влияла на результат теста. В результате получалось так, что в процессе тестирования мы делали скриншоты, дальше мы сделали отчет о функциональных тестах, и после этого создавался отчет по дифам визуальным. При этом он не влиял на то, проходят тесты или нет. Ну и плюс это было важно внедрить непосредственно в CICD, и тут тоже возникла большая проблема, потому что из коробки Cypress не мог работать, вернее не мог, он мог работать, но не мог работать несколько потоков, например, в Jenkins'е, то есть у него не было такой возможности. Поэтому нам нужно было каким-то образом разделить это все на несколько билдов. В общем-то это была достаточно длительная задача, и она отняла много времени. Но в целом, как все было реализовано, что по заданному тегу мы определяли, какое количество файлов необходимо выполнить в тесте, потом делили пором на количество свободных джоб, и выполняли их параллельно. Дальше все это собиралось в один совместный репорт, и переходило в QA-команду для ревью и тестирования, и проверки результатов. Что мы достигли? В конечном счете оказалось, что регресс мы смогли снизить с 8 часов до 1. При этом приемочное тестирование не изменилось на данный момент, количество времени, которое тратится. Но при этом и время, которое мы тратим на разработку, тоже не изменилось. Но в целом, что мы выявили, это то, что очень много было недопониманий внутри и между командами в плане взаимодействия, и самые слабые места были там, где необходимо было взаимодействовать членам команды, команды бэкэнда, фронтэнда или QA. И именно над этим вопросом мы на данный момент работаем. То есть это именно контрактное тестирование, наверное, это тема для следующего доклада, и вообще использование API-first разработки. На этом, наверное, я бы хотел услышать ваши вопросы и, может быть, какую-то критику. Сразу оговорюсь, что мы еще в процессе внедрения всего этого в жизнь, именно поэтому, в общем-то, на какие-то сильно глубокие вопросы я... Да. Да? Можно? Да, конечно. Спасибо большое за доклад. Вопрос такой. Я использую примерно такой же сетап на своем проекте. Как подружились Cyprus с Кукумбером? Да. Ну, на самом деле, мы пошли простым путем. Мы нашли у них на странице с плагинами плагин Cyprus Cucumber Pre-Processor. Вот. И подключили его непосредственно к Cyprus. Там были несколько проблем, на самом деле, потому что первое, с Jenkins'ом эта штука не дружилась из коробки, поэтому мы форкнули этот плагин. В общем, необходимым было первое, что и самое важное, это получить список всех тестов, которые нам нужно запустить по задному тегу. То есть, например, если мы там запускаем смок-тест, то нам нужно определить количество файлов, которые под этот тест подходят, и уже непосредственно разделить их в Jenkins'е на равное количество потоков. Вот. Поэтому пришлось написать свой скрипт и допилить эту штуку. Да. Вот. Спасибо. Вот вопрос как раз про этот препроцессор. Насколько я знаю, у него там не очень много звездочек на GitHub'е, да? И в целом он там еще только развивается. Да. Не смущает время, вот когда ты тестируешь через Cypress, когда подгружается твой скрипт вот в Cypress Chrome для того, чтобы прогнать твой тест? И ход-релоудинг, который вот, я объяснил ход-релоудинг, он на самом деле не ход-релоудинг, а ты нажимаешь Ctrl-S и у тебя грузится вот этот вот код, прогружается обновленный. Как с этим вообще жить? Это мы про графические интерфейсы или мы... Ну да, да, да. Если графические интерфейсы используются. Ну, графический интерфейс не самый лучший, но он позволяет... Вот то, что меня больше всего раздражало в Cypress'е, это то, что он перезапускал все тесты, и это было очень неприятно. Вот. Но в целом решается, я не знаю, либо закаменчиванием где-то чего-то, либо запуском по тегам. Вот. И тогда он перезапускает конкретно вот этот вот скрипт по тем тегам, которые ты задал. Окей, спасибо. Саша, привет. Спасибо за доклад. Меня зовут Андрей. Пожалуйста, вернись к второму слайду, к третьему, там, где ты показал минусы Cypress'а. Да. В общем, ты упомянул, что там нет поддержки мобильных ивентов. Там же есть... Ты можешь менять layout, типа layout iPhone 6, там, бла-бла-бла. И он как раз-таки работает на Headless Chrome. И, то есть, Chrome просто как в DevTools открывается, там, iPhone и прочее. Так вот, у меня вопрос. А что у вас там на фронтенде? Какой стэк? На фронтенде у нас React, Redux. Ну, мне кажется, в React должны быть одинаковые. Какие ивенты у вас не получилось сделать? Ну, на самом деле, я не вдавался в подробности мобильных событий. Я просто прочитал это с точки зрения документации в Cypress'е. И когда я это видел, я понимал, что мне это не мешает нисколько. Но если кому-то важно иметь возможность запустить какие-то мобильные события, вам нужно быть очень аккуратным и попытаться выяснить эту команду Cypress'а. Окей. На самом деле, я хотел послушать больше про то, как вы запустили билд на Jenkins'е. Да. Вот это вот, не в один поток, а в несколько, как тегировали и так далее. Ты, как раз, это шух и пропустил. А, да, конечно. Как мы запускали это в Jenkins'е? Запускали со скрипом. Ну, вот первое, что я уже говорил, что вот этот припроцессор Cypress'е Cucumber, он по умолчанию запускал все тесты в один поток, и нам нужно было как-то получить список всех этих файлов, которые необходимо запустить по задному тегу. Вот. Пришлось написать это своими ручками, то есть он проходился по вот этим вот фичевым файлам, выбирал все файлы, в которых встречается этот тег. Дальше у меня было в окружении количество job, которые я могу запустить, и я делил эти файлы поровну на то количество job, в которых я могу их запустить. И дальше, соответственно, я в Jenkins'е запускал эти пайплайны. В этих пайплайнах сохраняются все артефакты. Вот. И потом в основном билде мы собираемся эти артефакты и на основе вот этого Cucumber JSON'а строим репорт. Понятно. А если раннер сменить, например, там, например, используя Jest вместо, чтобы, а не Moco? Тут, ну, на самом деле, смотрите, Moco, она идет по умолчанию из коробки, но с Cucumber'ом Moco не нужна. То есть у нас раннер, ну, то есть это вот этот плагин, который мы используем для Cucumber'а и Gherkin'а. То есть это парсер, который разбирает эти файлы, и, в общем-то, Moco мы отбросили в сторону уже на этапе, когда переходили от обычного тестирования, да, с describe it, it, вот это, да, все. Мы перешли на фичовые файлы, которые вот выглядят как-то вот так. Ну, то есть Moco выбросили просто потому, что для нас это означало, что мы должны будем делать работу два раза. Все, понял, понял. Спасибо. Спасибо за доклад. Скажи, пожалуйста, сталкивались ли вы с проблемой дубликации definition steps и как боролись? Ну, дубликация, да. Суть, что на самом деле BDD-подход и Cucumber предполагают, что все степы должны быть глобальными, глобальными и видимыми, да, но вот тот плагин, который мы заюзали вместе с Cypress, позволял нам на самом деле ограничить действия вот этих вот step-definition для конкретно какого-то набора, конкретно какого-то набора фичей и сценариев. Что касается дублирования, то вообще в целом проект у нас маленький, нас не так уж и много, поэтому, в общем-то, все все знают, где и чего лежит. У нас не 100 человек, у нас три фронтендера и три QA. Вопросов нет. Да. Ну, то есть мы не почта, у которой там 20 фронтенд-разработчиков, которые там не знают, что происходит с другой командой. То есть, спасибо. Спасибо за доклад. Я, возможно, немного прослушал, а кто у вас занимается написанием вот уже конечных тестов, то есть вот всех? Да. Это QA либо ребята из разработки? Ну, в общем, идея была в том, чтобы разгрузить QA, поэтому учить их JavaScript'у и учить их писать тесты на JavaScript'е и отложивать их в браузере, как бы показалось, не самой лучшей идеей, поэтому тесты пишут разработчики, в частности я. Вот, а вот эти вот сценарии, да, ну, в общем, пишем все вместе, просто потому что так проще. Ну, а еще такой вопрос, ну, тогда, наверное, уже снят, просто обычно еще есть такая практика, то, что сценарии пишутся параллельно с процессом разработки, то есть, значит, ну, как бы пишется код, параллельно с ними пишется сценарий, вот непосредственно уже вот на Геркине, и у вас такая практика вообще применяется? Ну, это позволяет сократить время вообще поставки фичей? Да, ну, понятно, тут просто вопрос доверия между QA и разработчиками, и вот этот вопрос, ну, то есть, нам нужно было как-то сделать так, чтобы разработчики знали, что нужно тестировать, а QA-команда была уверена, что мы тестируем то, что они хотят, поэтому нужно писать перед, иначе мы снова возвращаемся к варианту, когда мы что-то написали, а нам сказали, что вы что-то не то написали. Я понял. Хорошо, спасибо. У меня, наверное, больше организационный вопрос, нежели технического характера. А как так, ну, как я поняла, вот ты говорил про спринты, то есть вы по спринтам работали, по скраму как-то? Ну, я даже не знаю, какой фреймарк мы использовали, а у нас, я не знаю, реализовано все это достаточно не по книге, у нас вся команда разработки разделена на микрокоманды по два человека, вот, и есть команда тестировщиков. Соответственно, на реализацию какого-то функционала у нас выделяется команда бэкэнда, команда фронтэнда и какой-то один тестировщик. То есть, по сути, это работа над одной фичой, над одним сценарием, над одной фичой в замкнутой команде, которая состоит из какого-то определенного количества человек, но чаще всего это один бэкэнд, один фронтэнд и один QA. Нет, просто ты сказал, что у вас так получалось, что вы что-то кидали в QA, и вы узнали, что они делают. Да. А как так получалось, что вы в одной команде, и я не знаю, что кидали? А вы вместе сидите, или у вас распределенная команда? Нет, мы сидим вместе все, да, в одной ромашке. Вот, тут в чем суть, почему мы не знаем, что делается, ну, потому что все это идет на потоке, мы чего-то программируем и выполняем какие-то задачи, а QA что-то тестирует, но при этом они тестируют еще не только фронтэнд, но еще бэкэнд, еще API и еще куча всего, чего я не знаю. Вот, поэтому то, что они делали с нашими тасками, я вот на тот момент тоже не знал, я просто понимал, что да, там обычно это какое-то, если это ручное тестирование, то это какое-то прокликивание всяких элементов, и оно вполне могло быть автоматизировано, что, в общем-то, мы с успехом и с определенным успехом пытаемся сделать. Слушай, я пропустил момент, какой вообще профит от кукумбиры-то вы заюзали, потому что все, что я увидел, вы написали автотест, и у вас вместо 8 часов снова встал один, как и было до этого, пока я парень поддерживал, который не ушел. То есть, вот вы выработали общий язык команды, я слышал. Да. А что еще? Ну, вот по поводу того, что парень писал и ушел, так вот ситуация такая уже теперь исключена, ну, то есть, вся команда не уйдет, отличный плюс. Ну, то есть... Ну, то есть, сегодня вот такая ситуация не произойдет, то есть, что вся команда встала и ушла, и тесты все перестали работать. Ну, то есть, все знают, как писать тесты, и как все это автоматизировать и поддерживать. Я как QA могу зайти, почитать эти прекрасные описания, понять, что, о, эти кейсы уже автоматизированы, и могу пойти дальше на HackerOne искать все задания, да? HackerOne? Что такое HackerOne? Ну, это в контексте сегодняшнего. Ну, обязательно, если очень хочется, то можно пойти и на HackerOne. Спасибо за доклад. Из рассказа не совсем понятно, как у вас организована работа с требованиями, то есть, почему вы не в курсе, чем занимаются тестировщики, вот, и они у вас, так сказать, ручные или нет? Слово ручные, отлично, да, они у нас ручные. Ну, они ручные, но мы пытаемся сделать их автоматическими. Вот, мы все вместе пытаемся автоматизировать, да, все это дело и весь процесс тестирования именно фронтенда. По поводу требований, я уже говорил, у нас был этап, когда, я не знаю, как называется он во всяких этих фреймворках, суть в том, что у нас был этап, на котором каждая команда, которая участвовала в разработке конкретного функционала, да, она участвовала в обсуждении технических требований того, что мы будем реализовывать. То есть, в этом процессе участвовала и QA команда, и бэкэнд команда, и фронтен команда, и продукт менеджер, да, ну, в общем, я не знаю, как он называется, опять же, в разных фреймворках, кто-то называет их аналитиками, кто-то называет продукт менеджерами, в общем, не суть. Суть в том, что вот в этом процессе мы чего-то обсуждали, каждый для себя решал, что он будет делать, фронтенд решал, что будет делать он, поэтому по этой задаче бэкэнд у них свой стек задач, да, и после этого QA решил, что они будут тестировать, и, в общем-то, исходя из этого, каждый что-то делал. Я понял. Я имею в виду, что к вопросу моего коллеги предыдущего, что вы вместе вывели какое-то требование, формализовали его каким-то образом, соответственно, у вас есть задача для разработки и есть задача для тестирования. То есть разработчик может написать какой-то функционал, а тестировщик может его покрывать тестами, как угодно. Соответственно, мы получаем параллельную работу и разработчиков-тестировщиков, у нас скорость как минимум удваивается, и более того, так как мы вместе обсудили фичу, мы вывели требования, мы все знаем, что мы делаем. То есть не совсем из вашего рассказа понятно, как у вас. Почему у вас это не сработало или, может, не реализовано еще, и вы к этому идете? Ну, мы идем к тому, чтобы наши, как выразились, ручные тестировщики пытались участвовать вместе с нами, и мы все пытаемся участвовать в процессе автоматизации тестирования. Что касается выработки требований, ну, тут здесь сложный вопрос, которым, наверное, стоит более серьезно нам заняться, потому что я понимаю, что у нас какие-то пустые места, но мы в процессе применения всего этого и притворения в жизнь. И, как бы я уже сказал, мы много чего открыли, и много вещей, которые мы не понимали, и какие-то вещи, которые были достаточно серьезной проблемой, но мы просто об этом не знали. Например, там, взаимодействие между фронт-эндом и бэк-эндом, да, когда мы описывали требования, и после этого у нас оказывалось, что у нас три источника правды, там, бэк-эндеры держали всю эту информацию, например, о контрактах в Postman, мы записывали у себя в МОК-сервере, а QA записывал где-то еще. Вот, эту проблему мы тоже пытаемся решить, и на самом деле, вот это, наверное, тоже даст нам какой-то выигрыш, в плане того, что если автоматизировать весь этот процесс, а в частности, ну, то есть идея использовать OpenAPI и Swagger, да, то есть формализовать эту часть, то это позволит избежать многих проблем в будущем. Привет, спасибо за доклад. Скажи, сколько времени пришлось обучаться команде писать тесты, и вот ты говорил, что вы разгружали QA-команду, на первых порах они проверяли за вами тесты, все ли вы покрыли, есть ли ошибки, и сколько раз возвращали обратно? Да, это было тяжело, вот, и на самом деле на начальном этапе было всего сложнее убедить QA-команду вообще все это дело начать, потому что, как ни странно, вот, они говорили, что это не сработает, то есть и мы все еще в процессе вот этого всего написания тестов и обучения, оно продолжается, то есть я не могу сказать, что мы прямо все точно знаем, что мы делаем, но это итерационный процесс, и каждый раз, да, при конкретном написании там какого-то сценария мы дорабатываем это, и самое главное, что мы, в общем, делаем это вместе, и это основное, чего я хотел сказать именно в этой презентации, презентации это то, что мы все вместе должны стремиться к качеству того продукта, который мы и делаем, и это не только задача QA-команды, но и разработчиков, и чтобы сократить этот разрыв, ну, мы решили попробовать BDD, если у вас есть какие-то другие решения, то, как бы, я буду рад тоже это послушать. Продолжение следует...